Закон о мобилизации. Очень обсуждаемая тема в нашем обществе. Министр обороны умеров поддерживает внесение документа на голосование без изменений. Впрочем, в отношении некоторых пунктов законопроекта в комитете продолжается эмоциональное обсуждение. Речь идет о норме о мобилизации лиц с третьей группой инвалидности, вручении электронных повесток, нормах о привлечении в армию заключенных и судимых с последним, в частности, по информации, категорически не согласен Валерий Залужный. И что вы думаете, какая доля ждет вот этот новый, свеженаписанный закон о мобилизации? Самый главный вопрос, который сегодня беспокоит украинцев, помимо, конечно, войны, это, собственно, мобилизация. И проект нового закона о мобилизации взволновал очень многих, конечно. И не только в Украине, но и за границей. Потому что мы же знаем, что многие украинцы незаконно покинули территорию Украины. Но есть те, кто и законно, но их тоже он коснется. Я говорю о том, что многие украинцы незаконно покинули территорию Украины. Проще говоря, сбежали. Я имею право об этом говорить, потому что я за почти два года российской агрессии ни разу не пересек территорию Украины. Я все время нахожусь дома. Границу. Границу Украины, да. Я все время нахожусь дома. Безусловно, закон о мобилизации будет принят. Безусловно, он будет принят с рядом поправок по отношению к проекту закона о мобилизации. Какие будут поправки, законодатели решат. Но общество должно быть готово к тому, что закон о мобилизации будет принят. У государства нет другого выхода. Добавлю. Народный депутат фракции «Слуга народа», глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что в законопроекте об изменениях мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины. По его словам, по этой категории украинцев, цитата, «больше вопросов пока, чем ответов». Огромные километровые очереди за обновлением документов, загранпаспортов и водительских прав в соответствующих учреждениях за границей, в Польше, Чехии и других странах, где есть такая возможность. Как думаете, еще раз скажу, что касается это, коснется это, возможно, коснется это изменение не только тех, кто выехал незаконно по поддельным документам или переплыл где-то ТИСу или еще как-то, но и тех, кто выехал в закон до начала вторжения полномасштабного и, по сути, не нарушили никаких законов, но находятся за границей. Тем не менее, их тоже это коснется. Дмитрий, также была информация, что будут выдавать повестки, в том числе и за рубежом. Насколько эффективен этот способ, как думаете вы? Вы знаете, я думаю, что законодательство стран Европы, в которых находятся украинцы, оно не позволит выдворять украинцев с территории западных стран, если они там находятся легально. Раз. Второе. Мне очень не нравится подход, когда ловят людей на улицах. Я объясню, почему. Людей нужно мотивировать. Людей нужно мотивировать, еще раз повторю. Потому что любой воин вам скажет, что из отловленного на улице человека, запуганного, который боится идти на фронт, солдата не получится. В лучшем случае он сдастся в плен. В худшем еще кого-то туда приведет. Нужно мотивировать тех, кто имеет в себе силы, стремление и внутренний какой-то позыв идти на фронт. Их нужно мотивировать. И платить, может быть, не так, как сейчас платят, а может в полтора, в два раза больше. Я не исключаю этого. Потому что, ну что толку, ну отловили запуганного, зашуганного какого-то паренька где-то в Одессе, допустим. Ну отловили его. Ну он кричит, благим матом орет. Ну засунули его в микроавтобус. Ну дальше что? Я же понимаю, что будет дальше. Он не хочет идти воевать. Он что, станет солдатом? Он что, станет героем? Ну исключено это. Валерий Фёдорович Залужный сказал, что он не хотел бы, чтобы заключённые шли на фронт. Тоже мне трудно сказать. У меня есть мнение другое. Я бы призывал заключённых на фронт, желающих. Опять-таки, за освобождение. Да, вот полгода, как русские призывают. Полгода ты воюешь по контракту. И если выжил, помилование тебе. Я бы брал какие-то не опасные статьи, не маньяков, не серийных убийц, условно говоря, да? Тех, кто сидит. Я бы их отправлял на фронт. Я бы ещё обратил внимание на частные военные компании. Мировые. Если за русских сражаются непальцы, киргизы, там, условно говоря, ещё кто-то, кого мы видели, да? И женщины уже наёмницы. Мы уже видели женщин-наёмницы. Мне показывали видео. То я не вижу никаких проблем, чтобы за Украину сражались представители частных военных компаний других стран. Какие проблемы? Деньги. Частная военная компания. Платите деньги, и люди пойдут на фронт. Поэтому вот здесь, мне кажется, простор есть для призыва заключённые, которые захотят пойти на фронт в обмен на помилование через полгода участия в войне. И то по отдельным статьям. Частные военные компании. И, безусловно, представители силовых структур. У нас очень много обученных, полицейских, которые на фронте принесли бы намного больше пользы, чем здесь, на гражданке. Вместо полицейских, которые бы пошли на фронт, можно обучать раненых ребят, которые пришли с фронта, не могут больше воевать. Можно обучать этих ребят, и они будут полицейскими. А действующие полицейские пойдут защищать Родину. Это тоже вариант. Вопрос от зрителя. От вашего тёзки. Здравствуйте, Василий. Спросите у Дмитрия, видел ли он обращение Машкова к белгородцам. Там Машков убеждает их в правильности Путина начать СВО. А не сама ли Россия обстреляла Белгород? Может, провокация? Я видел Машкова. Лучше бы я его не видел. Это мрачное зрелище. Это деградировавший, прекрасный в прошлом артист, чистый деградант, который за деньги играет свою роль. Этот человек наряду с Скобеевой, с Соловьёвым. Машков является, напомню, руководителем избирательного штаба Путина. И поскольку он популярная личность, то на него равняются многие обдолбанные русские. Машков, наряду с Скобеевой, с Поповым, с Соловьёвым, с Киселёвым, Дмитрием. Наряду с Расторгуевым и Газмановым, с Долиной и прочей хернёй. Он несёт прямую ответственность за войну. Если он этого ещё не знает, я ему хочу сказать. Он несёт прямую ответственность за развязанную Путиным войну. И когда будут ловить и судить военных преступников русских, его обязательно поймают и осудят. Приговор он себе уже подписал. И никакие деньги, которые он заработает за это, не стоят этого позора, этого испорченного некролога, некогда хорошего артиста. Который в том числе снимался много в Украине. Я напомню, что в фильме «Ликвидация», когда он играл, он снимался в Одессе. Когда играл Гоцмана. Это подонок. Калиброванный подонок. На руках которого кровь украинцев. Пусть он с этим спит. Если выспится. Мы думали, что Машков Гоцман, а он оказался Потсман. Он международный военный преступник. Идем дальше. Телеграм-каналы сообщают, что ростовская ПВО случайно открыла огонь по российским десантникам. Инцидент произошёл на Кузьминском военном полигоне в Ростовской области во время учений. Пишут российские телеграм-каналы. Один из операторов зенитной пушки ЗО-23-2 принял учение оккупантов за реальную высадку украинского десанта. Открыл огонь. Сообщается, что два солдата погибли. Здесь хорошая новость и плохая. Хорошая в том, что открыли огонь по десантникам русским. Плохая в том, что погибли всего два солдата. Если бы 22 или 122, это было бы намного лучше. Но в целом, конечно, это приятная новость. Пусть открывает огонь почаще. Такой friendly fire. Соединённые Штаты располагают информацию о том, что Северная Корея передала России определённую партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине. Об этом на брифинге в четверг, 4 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома, Клон Кирби. Представитель Белого дома отметил, что в обмен на баллистические ракеты Пхеньян хочет получить от России истребители, ракеты класса земля-воздух, бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии. Дмитрий, видите, уже не просто Россия использует не только свои запасы, и там ещё советские закрома расконсервируют, но уже и Северная Корея помогает им не только патронами, но теперь ещё и баллистическими ракетами. Ну, первое, конечно, очень унизительно для России, которая считает себя какой-то там великой страной, обращаться за патронами и ракетами к Северной Корее. Это, конечно, свидетельствует о полном запустении и полном провале вообще российской внутренней и военной, в том числе, политики. Это провал. Когда ты обращаешься к изгоям, к Северной Корее за вооружением, это говорит о том, что сам-то зеро. Здесь есть, конечно, и китайский след, потому что Северная Корея без Китая не пукнет даже. Значит, Китай дал добро на это. Дальше. Ну, этот коротконогий, щекастый негодяй Ким Чен Ым теперь вместе с иранскими айтолами – это враг Украины. И мы это никогда не забудем. Мы Ирану не забудем, иранских шахедов. И мы Северной Кореи не забудем, северокорейских ракет и снарядов. Мы все помним. У нас вообще память прекрасная. Все все получат. Взад. Вот. Ну что, он большой мальчик уже, Ким Чен Ым. Если он это сделал, он понимает, что наказание неотвратимо. Он будет наказан.